За окнами уже весна, а это значит, что совсем скоро у всех школьников начнутся каникулы. Чем занять ребенка летом, чтобы он не просиживал за компьютером, стоит задуматься уже сейчас. Для активных детей специалисты рекомендуют подбирать спортивные секции. Самыми популярными направлениями для мальчиков и девочек являются единоборства. На карате ребят принимают с 6 лет. Для того, чтобы начать заниматься, необходимо прийти на пробную тренировку. Наставник оценит навыки и спортивные данные будущего ученика. Также нужно получить справку от врача. Карате очень разносторонний вид спорта. То есть там входит и работа руками, ногами, броски, акробатика. Также гибкость нужна очень хорошая. Координация очень влияет сильно на выполнение всех приемов. Поэтому развитие всего идет от организма. Тренировки обычно проходят три раза в неделю по два часа. Можно найти как платные, так и бесплатные занятия. Стоимость месячного абонемента в пределах 3000 рублей. Сейчас, по данным исследования картографического сервиса, в России замечен рост интереса к музыкальному образованию. К примеру, занятия вокалом помогают детям справиться с заиканием. При помощи специальных методик снимаются спазмы, зажимы и дыхание становится ровным. Творческое направление очень важно как для детей, так и для взрослых. И если мы говорим о маленьких детях, которые еще двух-трех летки, для них очень важно запуск речи, развитие речи. И через пение, музыку и музицирование это проявляется и происходит наиболее скорым, быстрым способом. Начинаем всегда мы с основ. Основы – это дыхание, мышечная работа. Это все, что входит в понятие постановка голоса. Тройку лидеров в рейтинге детских хобби замыкают танцы. Под музыку малыши не только весело проводят свой досуг, но и гармонично разносторонне развиваются. С помощью движений тела дети учатся выражать себя творчески. В Самаре большое количество танцевальных секций – от классических бальных до экзотических бразильских и современных контемпорари. Хореография, конечно, перед все, красота, это грация, это умение слушать музыку, вдохновение, конечно. В хореографии вообще все группы мышц задействованы, в том числе и мозг. Надо считать, надо слушать музыку, надо думать о том, как ты выглядишь, запомнить движение, запомнить порядок. Начать заниматься танцами можно в любом возрасте, начиная с 4 лет. Тренировки подразумевают минимум 2 урока в неделю по часу. За абонемент на 8 занятий придется заплатить 2800 рублей. Специалисты рекомендуют позволить детям самостоятельно выбирать для себя направление. К тому же, во многих кружках есть пробные занятия. Возможно, стоит договориться с ребенком об их посещении, тогда и выбор будет сделать проще. Максим Магомедов, Василий Колдашов, Максим Гусев. События. Ручки опустили, ножки опустили.